Приветствую! Законопроект 10.449 подписан Стефанчуком и опубликован на сайте Верховной Рады Украины. Теперь нам остается дождаться только лишь подписания этого закона Владимиром Зеленским, что скорее всего произойдет в ближайшие дни, и поэтому сейчас уже мы начинаем разбор этого законопроекта. Итак, сегодня мы поговорим о новой обязанности, которая распространяется абсолютно на всех мужчин носить с собой военно-учетный документ. Но, когда я говорю на всех мужчин, имеется в виду на всех мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет. И сейчас мы с вами посмотрим, где такая обязанность зафиксирована, и какие последствия могут быть за неисполнение этой обязанности. Данная обязанность будет указана в части 6 статьи 22 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. И вот вы на экранах видите, как она изложена. У период проведения мобилизации, граждане Украины, человечество статей, веком от 18 до 60 лет, обязанность принимать про себя военно-обликовый документ. И как мы с вами понимаем, таким военно-учетным документом может быть приписное удостоверение, временное удостоверение военно-обязанного, либо же военный билет. Соответственно, вот этот документ нам нужно с вами будет носить. Но это не вся обязанность. Насить – это пол обязанности, скажем так. Читаем дальше. Потому что дальше написано, что мы будем обязаны предъявляти его за вимогою у повноваженного представника территориального центру комплектования и социальной поддержки, або полицейского, а также представника Державної прикордонной службы Украины у прикордонной смузи, контролеванному прикордонному районе, та на пунктах пропуску через державный кордон. То есть, мы теперь не просто должны носить военно-учетный документ с собой все время, но еще и по требованию предъявлять его представителю ТЦК и СП полиции и представителю ДПСУ, то есть пограничникам. При этом я на последнем моменте хочу сделать акцент, потому что меня вот этот момент очень смущает, где написано, что на пунктах пропуску через державный кордон. У меня есть подозрение, что с момента вступления в силу закона этого, и я надеюсь, что хотя бы не раньше, пропускать через границу будут только при наличии военно-учетного документа. Это мое предположение. Это не значит, что вот такой вывод, он, скажем так, с необходимостью вытекает из того, что написано. То есть, может все-таки такого и не быть. Но вот есть такое опасение. А теперь давайте посмотрим следующий абзац, где даются полномочия ТЦК и СП и полиции осуществлять фото- и видеофиксацию процессу предъявления та проверки документов. При этом они могут использовать технические средства, специализированное программное обеспечение с доступом к единому государственному реестру военно-обязанных. То есть, вот здесь, это все та же шестая часть статьи 23, зафиксировано, что теперь, остановив человека, полиция и ТЦК и СП могут фиксировать это все на видео. И если с полицией все окей, все понятно, то вопрос, а каким образом это будет делать ТЦК и СП, остается открытым. Почему? Потому что техники у них нет, нигде не предусмотрено, какой именно техникой они могут пользоваться. Но, наверное, этот вопрос будет решен в ближайшее время и будет принято соответствующее законодательство. Потому что пока они, как бы, по факту могут снимать только на свои мобильные телефоны, а на свои мобильные они не могут все это фиксировать. Почему? Да потому что это не предусмотрено действующим законодательством. А мы же с вами знаем 19-ю статью Конституции Украины. Идем дальше. Вернее, вернемся чуть-чуть назад. Чуть-чуть назад, именно в этой 22-й статье. И посмотрим, тут есть интересная обязанность для ТЦК и СП. Сейчас. Это будет у нас какая? Третья часть этой статьи, где написано следующее. «Подчас вручения повестки представники ТЦК и СП на вимогу громадянина, которому вручается повестка, обязаны назвать свои прозвища, имя и по-батьковой посады, а также предъявить службовые посвящения». И что это значит? Это значит, что если вас останавливают, то что вам нужно в первую очередь спросить? А спросить вам нужно следующее. «А зачем вы меня остановили? Зачем вы хотите проверить мои документы?» И если вам скажут, что мы хотим вам вручить повестку, ну, будем надеяться на их честность, и они будут это говорить, то мы сразу говорим «Окей, тогда, пожалуйста, предъявите свои служебные удостоверения». И вот здесь возникает огромная проблема. У представителей ТЦК и СП нет служебных удостоверений. Мы прекрасно с вами это знаем, что для них, как для военнослужащих, предусмотрен только наличие военного билета. А теперь вопрос. А какая форма должна быть этого удостоверения? Согласно постанове 11.37 или все-таки Министерство обороны разработает свою какую-то форму? Это вопрос открытый, и этот вопрос будет однозначно спорным, потому что, опять же, мы знаем, что по статье 19 Конституции Украины они должны действовать только в способ, предусмотренный законом, а, соответственно, и удостоверения у них должны быть именно те, которые предусмотрены законом. И теперь уже предъявление военного билета здесь не подходит. Но, конечно, у вас остался еще один вопрос, наверное. А уполномоченный представитель ТЦК, да, ведь мы видим, что документы проверяет уполномоченный представитель ТЦК, а кем он должен быть уполномочен и точно ли он имеет право на проверку документов. Обязанность у нас есть, а право есть. Пока, честно говоря, закон большой, 90 страниц, я не нашел этого права. Возможно, возможно, подчеркиваю, я невнимательно смотрел. Но есть такое право у полиции, и оно зафиксировано на странице 82 этого законопроекта. Вот сейчас мы переходим туда. И вот здесь мы с вами видим, что здесь вносятся изменения в закон Украины про национальную полицию. И вот если мы чуть-чуть полистаем, то мы увидим, что здесь дополнили статью 32 закона Украины о национальной полиции. И дополнили следующими словами. У період дії военного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейский має право вимагати в особи чоловічної статі віком від 18 до 60 років предъявлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейскому прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. І я прекрасно понимаю, що вот ця формулировка, она, ну скажем так, не идеальна, наверное, тому що она допускає неоднозначне толковання, і мені кажеться, що все-таки ту ідею, яка була заложена в цей законопроект, она не була достигнута. А почему? Потому що я прекрасно понимаю, що люди скажуть, а какая причина проверки документів? Ну вот да, я должен носить документы, я должен пред'явити їх, окей, а какая причина проверки документів? Ведь у нас є, також продолжає действувати закон України о національній поліції, де дан перечень оснований для проверки документів, є постанова 1456, де також написано, що є перечень оснований для проверки документів. І вот возникає вопрос, а вот ці нові норми, вони отменяють перечень оснований? Як їх толковати? Безусловно, безусловно, ми с вами прекрасно понимаємо, що і ТЦК, і поліцейські будуть трактовати це так, що ти должен пред'явити документів просто лиш в силу того, що введено воєнне положення. Ну, а так ли це будуть трактовати суди? Вот це загадка. І відповідь на цей вопрос ми з вами узнаємо, только коли увидим судебну практику. Ну, а сейчас последний вопрос, це вопрос ответственности. А що буде, якщо я не пред'явлю документы? Що буде, якщо я їх забув? Ну, може таке бути, забув человек документы. На сьогоднішній день максимум, що в отноші такого чоловіка може произойти, це административна відповідальність в размері 5100 гривень. По статте 210 прим 1. Все. 210 прим 1, там 5100 гривень максимальний штраф возможен в цій ситуации. При этом, ми з вами все ждем законопроекта 10.379. Як ми з вами знаємо, його приняли в первом чтенні, а текст ще не опублікован. То есть, ми до сих пор даже не знаємо, що там написано. І, соответственно, вот тот законопроект, він, вероятно, тож буде принят в якому-то обозримому будущому і змінює підходи і к відповідністі, і, в принципі, к перечню послідствий за непред'явлення документа. Потому що, напомню, в законопроекте 10.379 ізначально була ідея заложена о том, щоб человека, который не пред'явил документы, задерживати на трое суток. Не на три часа. Да, я не оговорился. На трое суток. Но обещали, що этот законопроект все-таки буде принят в другом виде. Поживем, увидим. Продолжаю следить за этой ситуацией. Если вам нравится данное видео, вы посчитали его полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Его название вы сейчас видите вот здесь на экране. Традиціонно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok